Вдогонку моего ролика к российскому пофигизму. Это именно американское качество прибавлять всякой фигне, извиняюсь, влажность. Если вы последите за русскими иммигрантами в США, они именно олицетворяют эту манеру. Чему они придают важность? Всякой фигне какой-то маленькой, правильно? Вот неважной. Они придают важность неважным вещам. Все у них тотально и важно. Понимаете, вот, например, в США. США — это философия. Вот, понимаете, американец — это не только человек, который родился на территории США. Я просто это знаю по своему папе, образно говоря, который был рожден в СССР, но олицетворяет суперамериканизм. Он, как и многие русские иммигранты, больше американец, чем американцы каким-то образом. Понимаете? Мне надоело, что в Америке постоянно придают важность вещам, которые не важны. Это именно и касается России, потому что Россия для них стереотипная, правильно? Как и для всех американцев, включая русских иммигрантов. Россия для русских иммигрантов — это стереотипная страна, правильно? Они неглубоко вдумываются в вещи, поэтому у них шаблонно всё обозначено. Также у них всё шаблонно и стереотипно обозначено про Америку. В принципе, если подумать, это действительно так. Стереотип Америки — богатые, важные стереотипы России, типа бедности в их понимании какая-то, понимаете? Чёрт его знает, я даже не знаю. Медведи с балалайкой, правильно? Гомофобия. И они думают стереотипно. И вот эта важность... Понимаете, я, например, в Америке понял, что вещи, которые я считал архиважными, и причём, понимаете, я тоже о России думал стереотипно, поэтому я... У меня был страх, что эти все стереотипы, и то, как Россия представляет... Уже я, в принципе, был как иностранец, который сюда приехал, понимаете? Я жил в США с 13 до 38, правильно? То есть я первые 13 лет своей жизни прожил в России, а потом 20, там, сколько? 5? 25 лет там. То есть почти в два раза больше я прожил в США, чем вне США, поэтому... Понятно. Но я вот сейчас думаю, все вещи, которые мне в США я считал, и люди другие считают важными, какие-то достижения, какие-то там, я не знаю, чёрт, всякая фигня, классификация, всё это не важно. Вот не так важно, как... Вот почему-то я более доволен в России, как я и ожидал, более доволен тем, что у меня есть. Это экстремально важная вещь. Я попал в место, где меня удовлетворяют вещи, в отличие от того, что я всё время ищу какое-то место. И, естественно, если вы посмотрите на русских иммигрантов, образно говоря, вот, например, или ту какую-то грязь, которую они льют на меня, они думают, что другим в России важны вещи, которые они думают обо мне, хотя на самом деле всем пофиг, потому что они думают шаблонно и стереотипно о России, и на самом деле то, что они думают о России, абсолютно неправильно. Что же для меня здесь важно, если для меня не важно то, что было важно в США? Для меня в России важно жить. Вот да. То есть вот эта перестановка values, да, value – это по-английски то, что ты ценишь, ценности. Перестановка ценностей в моём понимании с неважных на важных, с иллюзорных на реальных. Находясь в России, опять же, они говорят, что здесь идеальная страна или что-нибудь в этом роде. Всё это чушь. Я начал свои видео про критику США, а не про восхлавление России в принципе. И вот с чего я начал. Но я хотел также показать просто плюсы, которые люди не видят в нашей стране. Вот и всё. Я совсем не хочу сказать, что здесь нет проблем. Далее. Как изменились мои ценности здесь? В России я думал, что я ценил, и я был прав. Я ценю жизнь. Понимаете, я здесь каждый день живу, а не существую для работы и для достижения каких-то фигней, которые вот в Америке у меня постоянно... В Америке тебе пудрят мозги в том, что экстремально важно не жить, ничего-то делать, не наслаждаться жизнью, хотя там у них что-то прописано, и всё чушь. В Америке важно карьера, что я всё время и здесь и говорил. Вот я переживал, что в России у меня нет карьера. Пофиг. Пофиг. Спасибо всем зрителям. Спасибо моим подписчикам, которые мне это всё говорили, до меня это теперь дошло. Ну, мне надо будет здесь пожить. Моя химия организма изменилась. Понимаете, я не мог это понять в Америке, потому что внутри меня сидела отрава. Я понял, что карьера пофиг. Ну, не пофиг, а не так важно. И деньги мне не так уж и сильно важны. Главное, чтобы их хватало. Мне важно жить в этом мире. Я хочу пожить. Я хочу погулять. Я хочу поговорить. Я хочу понаслаждаться чем-то. Простыми вещами в принципе. И я не хочу, чтобы всё сводилось к достижению или не достижению, потому что я человек прежде всего. Что это за существование, где меня постоянно измеряют? И более того, почему я не годюсь, годюсь, как я есть? Почему мне всё время надо что-то доказывать кому-то, получать какие-то степени, степени, по-русски я разучился, гореть, извиняюсь. Я хочу наслаждаться сейчас жизнью. Я не хочу наслаждаться потом, после того, как я стал юристом, врачом, этим тем об ЭйЦ, достиг каких-то их элитных. Я хочу наслаждаться сейчас. Вот это для меня важно. Вот. И это я получил. У меня какие-то ценности стали на свои места, и я перестал переживать из-за всякой херни, извиняюсь. Ну вот, у меня есть следующий видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok